Дарова кинодела, с вами Соботовский. Сегодня мы поговорим о том, о чем вы всегда хотели поговорить, а именно о свете, о том, где его взять и как собрать, когда у вас в кармане только 5000 рублей. Слушай, вы позвонили своей любимой бабуле и спросили, бабуля, я хочу стать независимым кинематографистом, можешь мне дать денег? А кто это вообще? Ну я кинодел. Тогда дайте только 5000. Ну ладно, спасибо. Вот если вы оказались в этой ситуации, тогда этот блок для вас, дружище, потому что вот здесь и сейчас мы возьмем, пойдем в магазин Леруа Мерлен, посмотрим, что там продается и что может быть нам полезно, и что влезет в наш с вами бюджет. И постараемся понять, а сможем ли мы на 5000 рублей закупить такое количество света и насколько он будет хорошего качества, чтобы мы смогли себе обеспечить нормальную кинематографичную съемку, а может быть даже брать этот свет и зарабатывать деньги. Но на этом еще не все, потому что если ты досмотришь до конца, то там будет розыгрыш и непростой, условия которого опять же будут в конце. И эта штука тоже каким-то образом связана со светом, если что, между нами девочками, поэтому всем смотреть до конца. Погнали! Мы наконец добрались туда, куда надо, и на наш сейчас невероятный бюджет в 5000 рублей мы будем собирать свет своей мечты. Это Ашан есть что? Леруа там. Мы пришли. Рай для бичей! Нас интересуют вот эти штуки в первую очередь. Из них мы сейчас будем пытаться собрать подобие кинофлохи. Погнали! Раз, два, три, четыре. Первая кинофлохо. Теперь берем для маленькой кинофлохи. Раз, два, три, четыре. Смотрим на температуру этой хрени, если она где-то написана. Тут написано 4000, скорее всего, это температура. То есть она будет светить, как бутерброд. То есть если бы мы с вами включили кинофлох и зажгли бы, но они, точнее, половину поставили ламп холодных, половину теплых, был бы бутер в 4000 кельвинов. Теперь нам нужны точечные источники света, потому что эта хрень, она заполняющая, она дает мягкий рассеянный. Нам нужно на контровик что-нибудь. Идем сюда. Ищем подешевле. 30 ватт за 400 р, норм. Такая хрень. Если посмотреть вот сюда, типа больше 80 РА. РА это почти то же самое, что и СРА. То есть это, соответственно, 8, это, ну, это для бичевска, это круто. Если ты вон туда посвятишь, вот видишь, там красным горит. Не пи***ть, я их хочу. Поэтому мы берем один такой красный и один синий за 420 рублей. Хотя вы можете взять вот такой и повесить на него гелевый фильтр. Но мой световик, по-моему, бухает, поэтому я до него не дозвонился. Поэтому возьмем вот эти штуки. Еще они внутри как бы... Нам их запаять надо будет. Вот эта вот штука, она, ее как раз удобно вот сюда сажать. Запомни, что нам нужны розетки. Не розетки, а эти, типа... Если вам принципиальный внешний вид, можете брать всякие модные вот такие. Но стоит дороже на соточку, а у нас бюджет ограниченный. Или вот такие. Видал, какой дизайн. Вы можете спросить, Влад, а поча я не могу взять просто светодиодную ленту. Я тебе объясню, дружище. Потому что здесь уже есть рассеиватель. Здесь есть включалка-выключалка. Здесь есть питание от сети 220. А к этой хрени тебе еще надо будет рассеиватель покупать, блок питания вон там. И включалку-выключалку. Для того, чтобы раскидать по локации, мы берем еще два. Так, это не то. Эти палки просто по помещению можно будет раскидать и что-нибудь подсветить. Сила света, мать его. Короче, у них есть еще вот такие панели. Вот я видел, у Коли продаются фото-ренджи такие же, только за 60 тысяч рублей. Что тут еще есть? Можно взять вот как бы 10 таких, обставить ими ваше блогерское место и снимать кампорно, или как это называется. А если вы хотите по***ть со светодиодными лентами, тогда вам вот сюда. Вам нужны вот такие рассеиватели. Пошли, больше у нас ни на что денег не хватит. Теперь нам надо подумать, как все это закреплять. У нас осталось рублей 800, наверное. А в тот район ли мы зашли, мальчик? Бывают вещи, с которыми людям нельзя шутить. Жареный гвоздей не хочешь? А, вот она. В прошлый раз мы делали это через такие штуки. А нам надо что-то такое, чтобы оно было еще вот так. И вот сюда мы, типа, крепим наш свет. И, типа, его можно крутить в разные стороны. Конечно, что-нибудь такое было бы совсем идеально. Чувак, ну помогай мне. Осипь отличная. Нет, нам это не... Нак-нак. Типа, короче, мы фигачим на эту, да? И гнем, как захотим. И мне интересно, насколько такого света хватит. Что это за хрень вообще? Если знаешь, как прикрепить эту хрень к стойке, пиши об этом в комментариях. Я возьму вот эту хрень. Но ее тоже надо к чему-то же крепить. Но я прикручу, короче. Но мы возьмем таких штук про запас. Ой, тут еще такие есть. Нет. Вот эти они более... По 7 рублей, чувак, 7 рублей. А уукцион невиданной щедрости. Теперь то, к чему мы крепим. Я нашел. Возможно, я нашел то, что будет дольше держаться. Вот это нам нужно. Вот такая, запомните? Вот такая хрень. Чтобы накручивать ее на стойку. Берем на М8. Две. И это минус. Можно и на эти, по сути. Хотя она длинная, ее пилить придется. Оп. Типа, оп. По одной на кинофлоху. Потому что делится пополам. Типа, сверху, снизу. И это еще минус 160 рублей. Нам еще надо в электрику зайти. Также мы ее присобачим. Просто хочу еще взять одну хуйню. Для того, чтобы... Я не помню. А, не, она не здесь. Она в электрике. Чтобы, короче, мы могли их снимать и вставлять обратно. Кстати, вилки. Сколько у нас там светильников? Три. Минус 120 рублей. Короче, я их не нашел. Но эти крепежи есть у меня дома. А вы найдете хлюромерлин. У нас как раз осталось последние 150 рублей. Которые можно записать в счет всякой мелочевки. А мы на кассу. О, еще можно этот пакетик вот? Итак, мы расквитались с нашими пятью тысячами рублями. Теперь нам надо снять независимое кино, используя нашу невероятную систему освещения. Нам надо все это перепаять, посмотреть, что там внутри. И использовать эти штуки по максимуму. Поэтому пойдем ко мне домой и будем этим заниматься. Может, нам этого оленя на студию взять? Хотя нам и так хватает оленей. Ты заплатишь за свою дерзость! По-моему, я засветился. Добро пожаловать в мое убранство, пупсики. Так, что мы с вами купили? Мы купили четыре штуки по 14 ватт. Сейчас мы все это будем скрывать. Мне нужен нож. Чудо-нож от моего деда. Не зареешь, не убьешь. Итак, четыре, мать его, 934 рубля. В каждой, в каждой, запомните, в каждой пачке, в каждой штуке, вот в этой, идет вся необходимая дополнительная хрень, которая вам понадобится. И кабель, который можно втыкать в сеть. Итак, кабель, который можно втыкать в другую лампу, капель, который можно втыкать в сеть. Не перепутай инструкцию. Здесь написано температура, а это вам важно. То есть смотрите, и смотрите, какая у вас модель лампы, какая температура. В данном случае 4000. Вы здесь ни хера не увидите, поэтому придется довериться мне на слог. Итак, четыре банки кинофлохи, четыре провода питания. Даже если мы их здесь не будем использовать, а мы здесь будем использовать только один, у нас появляется три лишних провода с розеткой и три соединительных кабеля. Что мы делаем? Мы соединяем три лампы параллельно, одну, соответственно, у нас идет в сеть. У нас есть вот такая, то, что мы взяли, рельса с вами за 90 рублей. Нам сейчас надо будет ее распилить пополам и вставить одну сюда, одну сюда. Крепеж. И сейчас как-то будем это собачить. DIY. Берем наши кинофлохи, располагаем так, чтобы у нас был доступ к переключателям. Вот к этим пи-пи-пуп-пуп. Ну и еще, потому что я не могу работать этим лобзиком в 12 часов ночи, к сожалению. Я думал, это просто всю изоленту смотать. И я так и сделаю. Ту же самую штуку еще сделаем по центру. Для надежности. Если хотите получить еще более рассеянный свет, тогда растаскивайте светильники на том, на чем вы будете их крепить. У нас DIY совсем промышленного уровня. Чек. Ну разве не обалден? Готово. Получили блок кинофлохи. Далее берем проводочки наши. На каждой из ламп есть заглушки под продолжение этих ламп, поэтому мы их вот так вот с вами должны прибрать. Раз. Два. Раз. Два. Есть. Возвращаемся к этой стороне. Вот это у нас будет первая. Тогда нам надо соединить две вот этих. Опять вынимаем заглушку и вставляем. Готово. И берем нашу основную питательную линию. Здесь втыкаем питание. Оп. Проходит сюда, заходит сюда, втыкается во вторую. Тихо, я все вижу. Втыкается во вторую, проходит сюда, вторая соединяется с третьей, третья с четвертой, и все, и на выход. Готово. Итак, пробуем, включаем, смотрим, и купнет или нет. А, гадам, бой. Вот этот блок весь стоил 1700 рублей. Вот вам кинофлоха. Посмотрите на этот мягкий рассеянный свет. Итак, кинофлоха мы собрали. И причем, вы можете как бы, вот вам надо две банки. Раз, два. Вам надо все четыре, три, четыре. То есть мы можем регулировать яркость. За такие бабки это суперкруто. Теперь делаем нашу маленькую кинофлоха, все то же самое. Это, кстати, вот такой же, вот, вот, вы можете... Хочешь, так его поставил, хочешь, так его поставил, пипец удобно. Раз. Цветовая температура, парни, очень важно. Чтобы те светильники, которые вы покупаете, вот так вот, за дешевую цену, типа вразнобой, чтобы у них хотя бы была похожая цветовая температура. Потому что, если ты собираешься покупать свет за 5000 рублей, то, скорее всего, ты пока еще не можешь в разные цветовые температуры на площадке. А с этим тоже надо уметь работать. И поэтому для тебя гораздо проще будет, если ты не будешь просто об этом запариваться. А если ты знаешь, тогда вообще можешь брать все, что угодно. Вы понимаете, какую гибкость вы получаете в светильниках? Такого даже нет, если ты кинофлоху купишь. А как только ты заработал себе первые 5000 рублей на свет, и теперь ты считаешь себя крутым киноделом, бегом на биржу киноделов. Потому что именно там ты можешь зарабатывать свои первые бабки. Ну вот только посмотрите. Интеграция за интеграцией. Твою мать. Этот аналог изоленты на площадке, это гаффер-тейп. Модернизированный скотч для съемок, который еще к тому же легко рвет. Поэтому, ну в смысле, вот так вот на разрыв идет. Купить его можно в магазине. Рента фото. Ой, еще одна интеграция. Кто бы мог подумать. Опять же, включаем все. Мини кинофло. Я ее... Она настолько легкая, что ее можно на скотч приклеить просто к потолку или еще куда-нибудь. Единственное, чем вы ограничены, это длиной провода. То есть он вот здесь в комплектации идет маленький, поэтому, если хотите, сделайте себе побольше. Кстати, к паяльным всяким вещам мы сейчас еще перейдем. Но я хочу себе две банки в лицо. Кайф. Что у нас еще с вами осталось? Я не просто так взял еще две палки на четыре, которые еще меньше. Объясняю почему. Вот как раз для таких целей, чтобы вы могли их просто по помещениям раскидать. Открывать их не буду, потому что вы и так видели, что там уже внутри, а там все то же самое. Поэтому мы просто их берем с собой. Мы с вами взяли заполняющий светильник. И это тоже очень важно, чтобы он был рассеянный, чтобы этот свет он заполнял. Или, соответственно, был просто как бы основным источником. Далее, для того, чтобы придать полноты всей вашей будущей сцене, вам еще нужны точечные источники света. И в нашем случае это были прожекторы. Синий прожектор. Обычный прожектор. Ну, посмотрим, чем он светит. Ну, по-моему, он тоже как бы бутербродный. И красный. Все от фирмы Волпе. Потому что они дешевые. Дешево не значит хорошо. Но когда денег нихера нет, дешево, это очень хорошо. Кинематографично. Поэтому берем с вами наш провод. Здесь два провода. Здесь два провода. Соединили через терминал и готово. Терминал, кстати, надо еще купить. Но они дешевые. Мы не паяем. Мы не будем паять. Зачем? Вы же не умеете паять. И я не умею. Ну, нет. Я умею, но я не буду вам этого показывать. Если у вас нет инструментов. Вот. У вас есть только кусачки. Правильно? Такие. Пи-пи-пи-пи-пу-пу. Нормально тут все? Нормально. Когда так делают, следите, чтобы у концов изоляцию не повредили. Получили два вот таких проводочка. Маленьких. Просто взяли и скрутили их ручками. Взяли вот такой небольшой терминал. А теперь давайте подумаем-ка. А какой провод у нас земля? Я не знаю. Я глупенький. Поэтому я полез в интернет. Вот этот вот провод. Желто-зеленый. Это земля. Тут как раз они. Вот земля длинная и коротенькая. И две фазы. Здесь тоже. Ноль и бордовый. Так давайте соответствовать цветовой гамме, как она есть. Вот здесь, например. Поэтому берем, засовываем ваш провод в терминал. Закручиваем. Берем другой. Закручиваем. Проверяем сначала. О, гадэм. Оно работает. Знаете, зачем я взял вот такой? Типа можно было просто гелевый фильтр на него нафигачи, но у нас его не было. Вот в данном случае он очень жесткий. Но тем не менее он другого цвета. И он 10 ватт. То есть он мощненький. Опа. Немножко красное. Трэш, угар и содомия. Проверяем еще раз. Все ок. Ничего не коротит, ничего не взрывается. А вот на эту штуку, благодаря этой штуке, вы сможете цеплять его на стойку. Отправляешься туда же. 6500. То есть он холоднее вот этих будет. С ним история вся та же самая. Помним, что этот провод это у нас заземление. Отгибаем его куда-нибудь сюда, под греха подальше. Под заматываем изолентой. Берем терминал. В Леруа есть за 150 рублей, по-моему, вот такая хрень. Розетка с переключателем, что будет очень удобно для того, чтобы не вытыкать, например, из розетки. Поэтому возьмем ее. Та-да, мадефака. Вот. Он, по сути, сильнее, чем что бы то ни было на этом свете. Его же, опять же, можно крепить. Все, готово. И благодаря этому выключателю, у него, кстати, и длина подальше, что тоже удобно, вы можете делать вечеринку. Ну, а мы все это складываем и заматываем изолентой. И если вы хотите видеть выпуск, а как этот свет сделать таким, чтобы в глазах клиента он выглядел так, как будто он стоит овер до хрена денег, вы знаете, что делать, ребят. Там, снизу, в поле, пешхату. Цензура для сакунов. Итак, мы с вами подготовились к съемке. У нас есть кинофлоха 2х4, 4х4, наши светильнички на разбивку куда-нибудь. В школу готов. Так, чувачки, я тут подумал и сделал круче. То есть вы берете кронштейны, которые идут в комплекте к лампам, присобачиваете их на что-нибудь, в данном случае у меня пластик 5 мм, просто обрезка, и еще на винтик, типа, и получаете вот такой, оп, сложил, транспортирую, оп, готов снимать. Суперкинофлоха. Посмотрим, на что они способны в полевых условиях. Итак, заполняющий контролю. Раз, далее, потом. Прекрасная история. Два, далее. Потом еще два контролю, включили, все. Насыщенно, ежи. Посмотрели, удивились, порадовались. Сейчас мы сценку отснимем, типа, они работают. Я вам покажу, что со светом еще можно сделать. Маня, подскажи мне, пожалуйста, когда у нас будут мерчи? А какому числу тебе нужны мерчи? Вчера, Маня. Выпускайте краус! Вот так вот, чувачки. Имея в запасе всего 5000 рублей, вы можете купить себе два света, собрать из них, точнее, типа, заполняющие такие настоящие а-ля кинофло. Потом еще купить два светильника, которые будут разного цвета гореть. И один светильник, который будет контровым. 30 ватт на случай, если вам, соответственно, надо просто вот либо контролючок кинуть, либо залить все помещение светом. И все это за 5000 рублей. Минусы всех этих штук, то, что там не самое лучшее качество света, и за этим параметром надо следить. Там либо написано будет CRI, или RE, типа, RA. Вот, и это главное, потому что в кинематографичных, там, в профессиональных светильниках он где-то порядка, там, от 95 до 100. А здесь он порядка 80. Но за такую цену это просто пушка. Когда я только начинал, у меня, например, не было вот таких светильников. Приходилось все из светодиодной ленты самому фигачить, и выглядело тоже не очень. Но, сделав это, то есть, там, черной краской залив и так далее, мы могли продавать эти вещи клиентам, несмотря на то, что свет был наш, и делали мы его своими руками. Зато мы вывозили на нем клевые съемки, за которые получали бабки. В дальнейшем, благодаря этому, вы можете уже накопить себе на профессиональное оборудование, например. Если оно вам, типа, если оно вам вообще понадобится, после того, как вы поймете, что с этими штуками тоже можно творить магию. Потому что самое главное, это вот здесь, парни, а не финанс там или еще что-то. Ну, и главное, чтобы у вас Леруа Мерлен был под боком. А теперь про розыгрыш. Поскольку ты молодецки надел, досмотрел до конца, ты удостоен всего того набора за 5000 рублей, который мы собрали, для того, чтобы мы его взяли и отправили тебе. И для того, чтобы его получить, тебе надо сделать три вещи. Во-первых, быть подписанным на наш YouTube и на наш паблик ВКонтакте. Второе, сделать репост вот этого видео из ВК к себе на страницу ВКонтакте. Третье, надо оставить коммент под этим видео в YouTube и написать ссылку на свою страницу. Тогда мы рандомайзером выберем, перейдем именно к тебе и отправим тебе тот набор кинодельческого света, который позволит тебе стартануть и вообще научиться работать со светом. Потому что если ты всегда думаешь, что это не твое, нет, брат, это твое. Потому что важно даже не то, как ты снимаешь, а как ты со светом работаешь. Потому что если света не будет, кино тоже не будет. С вами был Сабатовский. Подписываемся на канал, ставим лайки, заходим в мой инстаграм и делаем весь вот этот вот круговорот событий, которые тебя, друг, приведет к тем знаниям, которые помогут тебе и оказаться вон там и киношечку снимать. Все, давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok